Вячеслав Миколаенко працует наставником у сельской школы. Как добраться с Житковича до места працы, приходится просынаться у 5 годин ранницы. Звышенный штадионный маршрут до установки адукации, середины студеня стал занимать больше часу. Когда появится уже понтонный мост, легче станет? Ну, я думаю, да, хоть автобусы будут утром ходить. Вот городецкий утром 6 часов шел. Я на нем все время добирался, час отменили. Пока люди шакают катер, как перебраться на другие берах, альбо рейсовый автобус, бавить час можно у пунктах обогреву червоного крыжа. И они пошли денежать с минулого дня. Поколь же хары района будут тут ховаться от холода, им пропануют шай. Пункты обогрева работают круглосуточно. У них дежурят волонтеры отряда быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации областных организаций Красного Креста. Со стороны города Турово работает отряд Гомельской областной организации Красного Креста. Со стороны Житкович работает отряд Минской областной организации Красного Креста. Термин своего знаходжения представники «Червоного крыжа» не вызначали. И они кажут, что будут оказывать допомогу, покуль это не обходно. Еще несколько минут тому людей с берега на берег перевозили на воротовальном катере МНС, но уже совсем худко потребности в таком транспорте не будет. В этой минуте завершается установка понтонного моста. Шугоход закончился, что позволит начать использовать вот эту переправу. Нагадаемый выник у погаршения умов на дворе и, как следствие наступления и льду, мацавание понтонного моста в середине студеня было сорвано. Весь этот час он был в справном стане и находился вдоль берега, однако не мог выкористовываться. Сегодня конструкцию снова усталивали, на дворе покуль дозволяя. Правда, за его постоянных изменов склада наказать, в каким режиме будет працавать понтонный мост. Может быть, если погодные условия будут ухудшаться, придется где-то на ночь и снимать эту понтонную переправу. Но сейчас надо обеспечить сообщение, которое, конечно же, очень важно для нашего региона. У свою чергу супрацовники МНС протягнуть дежурить круглосуточно и, когда потребуется, переправить людей на катеры. За два с половиной дня выратовальным транспортом скоросталось больше за 20 тысяч человек. Катеры будут дежурить на данный момент круглосуточно и в случае необходимости будут перевозить людей в том же режиме. Рух по адрамонтованным мосту плануются открыть до конца года. Он будет полностью из металлоконструкции весь заменен. Поэтому сроки новые установлены до конца текущего года, мост построить. Поэтому сейчас проведутся проектные работы, работают те службы, которые от Минтранс. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» с Житковицкого района.